Добрый вечер. В эфире новости на телеканале Югра. В студии Лариса Мацур. Заболеваемость растет. Расскажем, в каких городах больше всего болеют простудой и коронавирусом. О, чистая пошла. Фильтровальную станцию запустили в Нефтьюганске. Тайная жизнь водителя городского автобуса. Вартовчане недовольны простоями общественного транспорта на конечных остановках. Уровень заболеваемости ОРВИ гриппом в Югре выше эпидемического порога почти на 79%. Специалисты Роспотребнадзора отмечают наибольший рост в Сургутском районе, Нягоне и Мегионе. А самый большой показатель по выявлению коронавирусной инфекции в Сургуте, здесь врачи с начала декабря, ежедневно этот диагноз ставят 130 пациентам. Всего под наблюдением сургутских специалистов находится полторы тысячи человек, из которых у 20 болезнь осложнилась пневмонией. В медучреждениях под наблюдением врачей находится 30 человек. Это люди, которые относятся к группе риска. Старше 60 лет, младенцы до года и люди с хроническими заболеваниями. В целом медики отмечают, что сейчас болезнь протекает как обычная простуда. Из симптомов заложенность носа, хриплый голос. Также стоит отметить, что сейчас все чаще встречается коклюш и грипп А. Последний за неделю диагностировали у трех человек. Пока идет подъем заболеваемости, прирастаем еженедельно, количество заболевших увеличивается. Но, как вы видите, на улице сейчас морозы, возможно, актировки в школах. Произойдет некое разобщение, по крайней мере, детей. Возможно, рост распространения инфекции будет приостановиться. Но, окончательно, я думаю, хорошее разобщение будет на новогодние праздники, когда мы уйдем на длительные каникулы, которые как раз позволят разобщить большую часть населения. И взрослых, и детей. Это, безусловно, поможет в остановке инфекции. Более 300 нягоньцев вакцинировались от COVID-19 препаратом нового поколения. Это разработка петербургских ученых. Вакцина способна защитить от новых штаммов коронавирусной инфекции – конва-сел. Тип белка в основе вакцины практически не подвержен мутациям и уже продемонстрировал хорошую эффективность против известных штаммов, таких как, например, омикрон и кракен. Иммунитет, приобретенный с помощью препарата, сохраняет свою активность около 11 месяцев. Напомним, иммунизация против коронавирусной инфекции проводится с 18 лет и далее без ограничения возраста. Сделать прививку рекомендуют лицам с хроническими заболеваниями, особенно больным с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Она закуплена за счет бюджета автономного округа. Она уже опробирована, прошла все клинические испытания. Эта вакцина применяется однократно, большой плюс. Я всегда ставлю прививки и от гриппа, и от клещевого муниципалита. Ковид на нашей семье сказался. И после этого я решил пойти привиться, дабы избежать самой болезни и каких-то более здоровых осложнений из-за нее. Прививка вообще не болезненная, практически не почувствовал. Получить новую профессию или повысить квалификацию поможет проект «Учим дома». Благодаря этой инициативе в нескольких муниципалитетах Югры врачи общей практики, не выезжая из дома, могут получить узкую специализацию. А горожане, которые давно мечтали о профессии медицинского работника, могут пройти обучение по направлению «Сестринское дело». Проект оказался востребованным. Сейчас в Лангипасе уже обучаются 50 студентов. Это будущие медицинские специалисты среднего звена. Многие из них не могли себе позволить выезжать на обучение в другой город. Практическим и теоретическим навыкам студенты и медсестры обучаются на базе городской больницы. Современные симуляционные тренажеры позволяют моделировать процессы и нарабатывать навыки без риска для пациентов. Я давно, на самом деле, мечтала. Просто не было такой возможности. Не было возможности ездить в Нижневартоск учиться. А когда появилась такая возможность в Лангипасе, я с удовольствием использовала. Очень удобно совмещать и учебу, и семью. Нам преподают педагоги, врачи. Мне, на самом деле, очень удобно в нашем городе учиться. Близкие люди рядом, город родной. И планировать я... Не планировала уезжать. Я как появилась специальность, только об этом начали говорить, я сразу знала, что я поступлю сюда. Уже через два года студенты, обучающиеся на базе 11 классов, пополнят ряды медицинских сестер городской больницы. Второй этап проекта «Учим дома» касается врачей общей практики, которые хотят получить узкую специализацию. Для них организовано обучение без отрыва от производства с применением дистанционных технологий. Со студентами занимаются врачи городской больницы. Все лекции ведут сотрудники больницы. Все занятия проходят на территории данной больницы. И планируем, что и учебная и производственная практика будет тоже в здании больницы. Девочки у нас занимаются в одну смену. Пока условия позволяют им заниматься в учебное занятие в одну смену. А в дальнейшем планируется учебная практика будет проходить в две смены. У нас врачи-терапевты обучаются по целевому направлению. Сам процесс обучения занимает два года. И по истечении двух лет есть обязанность отработать еще в течение трех лет Лангипадской городской больницы в рамках целевого направления. Как минимум на протяжении 5-6 лет они будут являться сотрудниками Лангипадской городской больницы и оказывать помощь жителям нашего города. А теперь к другим темам. Вода в Нефтьюганске теперь будет чистой. Чистая фильтровальную станцию, через которую проходит до 20 тысяч кубов в сутки, сегодня запустили в работу. Губернатор Югры вместе с общественниками и властями города приняли долгожданный объект. Построен он был, напомню, в рамках регионального проекта «Чистая вода». Подробности в следующем сюжете. Без железа и других примесей из кранов нефтьюганцев теперь течет чистая вода. Водоочистные сооружения наконец запущены и начали выполнять свою функцию. Их ждали последние два года, как только проект прошел этапы утверждения и был запущен в работу. Стоимость водоочистных сооружений – около полутора миллиардов рублей. Их выделили из бюджета Югры. И для жителей города такой подарок к Новому году стал, пожалуй, самым важным. Несравнимо, конечно. Мы уже несколько дней замечаем, и все горожане замечают, как мы уже не видим налета в ваннах, раковинах. Вода идет действительно чистая. По заверению специалистов уже соответствовались нормами. Мы уже заметили, собственно, из крана, что вода чище буквально эти пару дней. Ну и эта вода, конечно, безусловно, очень вкусная. Я помню то время, когда мы купались, и прям вода была, наверное, коричневая. Сейчас, конечно, посмотришь на эту воду и удивляешься. Ну, наконец-то у нас чистая вода. И разница колоссальная просто. Новая фильтровальная станция может очищать в сутки более 20 тысяч кубометров воды. Этих мощностей с лихвой хватит на весь город. Ресурсы оставили прозапас на будущее. Ведь нефтьюганск растет и развивается. Это работа не одного дня. Целый год стояла у нас практическая установка, на которой каждый день брали анализы, как работает технология, сможет ли она очищать нашу воду, именно нашего качества. Все испытания прошли просто на ура. Показатели были очень хорошие. Сейчас фильтровальная станция – это 80 котлов. Вода проходит каждый из них, прежде чем попасть в дома горожан. Технология «Классическая жидкость» проходит двухступенчатую очистку сначала кварцевым песком, а после активированным углем. Таким образом она избавляется от всех газов и насыщается кислородом. Данная станция полностью автоматизирована. То есть практически работает без участия человека. Исключен человеческий фактор. Все на автоматике. Данная станция будет вырабатывать полностью соответствующую Санпину воду, которая пригодна для питья, не то что для приготовления пищи. Станция уже запущена, но специалисты предупреждают, кристально чистой вода в кранах станет не сразу. На наладку оборудования и сетей потребуется еще некоторое время. Нам нужно понадобиться где-то еще месяца два-три для того, чтобы совместить новую действующую цепочку с существующей технологией водоканали. И станция должна, ну, определенный этап времени будет, чтобы она приработалась, чтобы мы все параметры донастроили, чтобы она нормально влилась в общий эксплуатационный комплекс. Подобные водоочистные станции в Югре уже есть. В Пытьяхе, Лентории или поселке Федоровский Сургутского района появились они в рамках окружного проекта «Чистая вода». Сегодня в России отмечается День добровольца. Он учрежден президентом в 2017 году. По данным единой информационной системы добро.ру в нашем регионе более 16 тысяч добровольцев. В мероприятие в сфере добровольчества вовлечены свыше 264 тысяч югорчан. Ежедневно люди разного возраста и профессий заботятся о старшем поколении, семьях с детьми, людях с ограниченными возможностями здоровья. Югорчане участвуют в спасательных и поисковых операциях, благотворительных акциях, сборах и отправке гуманитарных грузов. Помогают жителям освобожденных территорий нашей страны. За 2023 год жители округа отправили полторы тысячи тонн гуманитарной помощи. Глава региона Наталья Комарова на своих страницах в соцсетях поблагодарила югорчан. Благодарю всех за активную гражданскую позицию, надежность. Успехов в осуществлении всех ваших добрых инициатив, уважаемые земляки, пожелала Наталья Комарова. Праздник для детей новых регионов России. Общественники из столицы Самотлора уже второй раз проводят предновогоднюю благотворительную акцию «Нижневартовск детям Донбасса». В прошлом году по инициативе Совета отцов Нижневартовска югорчане отправили в Донецкую и Луганскую народные республики более трех тысяч сладких подарков. В этом собрали уже восемь тысяч. А также игрушки, канцелярские принадлежности, наборы для творчества и развивающие игры. Новогодний маршрут нижневартовских общественников и добровольцев будет проходить через города Брянка, Стаханов, Мариуполь, Макеевка, Горловка и еще несколько сел на новых территориях, где вартовчане вручат маленьким дончанам праздничные подарки. «Подключились абсолютно все. То есть и администрация города, школы-садики города Нижневартовска, предприниматели, наша православная церковь, простые жители города Нижневартовска. То есть все абсолютно в этой акции участвуют. Мы наняли автомобиль, который поедет и будет там развозить. Ну и мы будем сопровождать, чтобы там раздавать на месте». Залог победы в любой современной войне – успешные действия артиллерии, в том числе и на СВО. Командиры отмечают, что в тех арт-подразделениях, где служат югорчане, действия отличаются особой слаженностью, а огонь – орудий – точностью. Далее материал нашего Макеевского корпункта о работе одного из таких артиллерийских расчетов. «Цель 10-13, осколочно-фугасный, осколочный, прицел 327, уровень 29-99, угломер 35-69». Авдеевское направление, полк 14-54. Расчет гаубицы получил данные для стрельбы и выдвигается к орудию. Сначала свою работу делает наводчик. Орудие наведено, ствол забивается за ряд. Гаубица готова к залпу. Выстрел! Выстрел произведен, новых приказов не поступает. Расчет маскирует орудие и ждет дальнейших распоряжений. Все действия отлажены до автоматизма. Неудивительно, среди бойцов много югорчан. Хочется что отметить в лучшую сторону именно с югры. У них развито землячество в лучшую сторону. Они другу всегда помогают, стараются попасть в один расчет, в одно отделение, в один зон. Ну и что их отличает от других людей? Они люди упорные, можно сказать, у них есть свой стержень. Ребята, в принципе, у нас подразделение, все с хмау. То есть мы тут все земляки и неплохо работаем. Мы работаем по подвижным, неподвижным целям. Отрабатываем блиндажи по заранее засеченным. Боекомплект в полном порядке убран в укладку, накрыт дощетым щитом и замаскирован, как и орудие. От руководства поступила команда отбой. Можно возвращаться в блиндаж, в котором протекает большая часть боевых будней наших солдат. Здесь их тела греет теплая печка, а души – постоянные посылки и весточки с малой родины, от близких. Такая забота даже помогает лучше воевать. Мы вначале лучше воевали, и сейчас лучше воюем. Опытнее стали. Опытнее. Да. То есть молодежным сленгом прокачались. Да, прокачались, прям будь здоров. Этого чебурашку, кстати, одному из бойцов прислала в посылке его дочка. Любимую игрушку он ей обещал вернуть лично, когда приедет домой с победой. Ждала автобус, следила за ним через умный транспорт, а тот завис на конечной и ни туда, и ни сюда. Поделилась с нашей редакцией жительница Нижневартовска. И попросила разобраться, почему автобусы долго стоят на конечной, вместо того, чтобы курсировать по городу. За дело взялась Регина Гауфе, которая заодно узнала, что делать, чтобы ждать заветный транспорт, не пришлось слишком долго. Именно в этом теплом боксе и ночуют автобусы ПТП-2. Всего их более ста. И каждый день 82 из них выходят на линию. Проблем с тем, чтобы запустить автобус, здесь не возникает. Помогает и теплый бокс, и своевременное обслуживание перед наступлением холодов. Однако поломки все равно случаются. 82% парк космодирно. Мы стараемся и работаем на то, что утром выход. У нас плюс 3-4 машины всегда в резерве есть. Конечно, бывают технические сбои, к которым не успеваем мы поменять автобус. Но все мы делаем для того, чтобы автобус вовремя пришел и пассажиры добрались до работы, как положено. Чтобы избежать долгого стояния на остановке, советуют воспользоваться услугами приложения «Умный транспорт», где можно не только посмотреть, сколько нужных маршрутов работает на линии, но и увидеть, через какое время они прибудут на нужную вам остановку. На определенных маршрутах есть, где надо стоять по 20 минут, по 40, но приходится пользоваться приложением. Ну, типа, отслеживать, где ездят автобусы. Редко езжу, но всегда удачно. Автобусы мне обычно везет. Жду я их недолго, не более 10 минут. Бывает изредка то, что автобус долго не едет, но в целом проблем с транспортом нет. На линию утренняя смена выходит в 5.45. Длится она до начала 12-го, независимо от погоды. Ну да, немножко, конечно, когда холодно, сложнее работать, прихваты бывают. Ну, так-то, в принципе, автобусы тепло, печки работают, все работает. Работу свою выполняем, как положено. Положены водителям и перерывы, которые при таком раннем начале дня выпадают как раз на 9.30-10 утра. На расписание это никак не влияет. Там приезжают все и десятка, и тринадцатый, и шестерка. Один стоял 10 минут, другой поехал, третий 15 минут стоял и поехал. Другой час пообедал, поехал согласно графику. Я хочу сказать уважаемым пассажирам, чтобы они уважали труд водителей. Водитель утром встает специально, чтобы вывезти их на работу, привезти их с работы. Пусть мы должны быть друг другу более доброжелательны и отзывчивы. Между тем, Нижний Уэртов стал пилотной площадкой по внедрению комплексной модернизации транспортной системы. Ее задача – сделать оптимальную маршрутную сеть для жителей с удобными интервалами движения. Работа в этом направлении продолжается. Регина Гауф, Евгений Лоскутников, телерадиокомпания «Югра», Нижний Уартовск. Югорчане начнут заключать сделки дистанционно. Новые цифровые технологии сэкономят время на оформлении документов. Больше никаких ручек теперь для подписания важных бумаг достаточно просто нажать на кнопку в приложении. «Госключ» – это пилотный проект. Благодаря этой разработке пользователи с подтвержденной учетной записью на портале «Госуслуг» смогут быстро и безопасно оформлять документы. Для получения квалифицированной электронной подписи нужно прийти с паспортом в отделение МФЦ. Цифровая новинка упростит процесс продажи автомобиля, заключение договора с ВУЗом, регистрации бизнеса и другие деловые операции. Сейчас проект на стадии испытаний, но уже скоро «Госключ» будут активно использовать повсеместно. Это сделано для удобства, поэтому, конечно, кто хочет по старинке подписать под руки, конечно же, это можно. Имеет такую же юридическую силу. А кто уже использует современные цифровые сервисы, тот может спокойно использовать «Госключ» для подписания необходимых документов и получения услуг. В настоящее время многие документы можно подписывать на портале «Госуслуг», пользуясь простой электронной подпиской. Проста электронная подпись – это имя и пароль, с которым мы заходим на портал «Госуслуг». Сейчас уже многие документы можно подписывать, отправлять, получать услуги. Но некоторые документы требуют усиленной цифровой подписи. «Госключ» – это и есть усиленная цифровая подпись. В Сургуте для инвалидов обустроили более 30 подъездов в многоэтажках. Окружное правительство выделило на эти цели свыше 12 миллионов рублей. Власти города объясняют, чтобы поставить пандусы или даже целые лифты у крольца, необходимо заявление нуждающегося. Работа, кстати, не занимает много времени – от двух недель до нескольких месяцев. Подробности расскажет Ольга Придоха. «Делает вызов, приезжает платформа, открывается. Есть диспетчеризация, что очень важно – безопасность. То есть в любое время суток человек может связаться с диспетчером в случае аварийной остановки или еще чего-то приедет бригада и окажет помощь. То есть, еще раз повторюсь, безопасность стоит здесь на первом месте. Механизмы все отечественные, что принципиально важно». Этот вертикальный подъемник уникальный в своем роде. Пока таких в городе еще нет. Его придумали специально для северных широт в Челябинске, чтобы конструкция выдерживала сильные морозы. «Оборудование, несмотря на свою визуальную сложность, на самом деле очень простого обращения». «Ключик есть у каждого, кто будет использоваться?» «Да, кто будет пользоваться, именно у каждого есть ключик». Установили разработку отечественных инженеров в подъезде дома, где проживает сразу два инвалида-колясочника. Обе семьи живут здесь не одно десятилетие. Это крыльцо с двойной лестницей. Раньше для них было целым испытанием. «Тяжело было по этим ступенькам подниматься. У меня жена плохо ходит. И на коляске тут проблема целая была». «И как поднимались?» «Ну, поднимались». «На руках?» «Ну, по-всякому». Кроме таких подъемных лифтов в Сургуте в этом году появилось много и других пандусов. Кому-то нужны проезды для колясок, кому-то поручни, чтобы можно было облокотиться на крыльце. С каждым, кто обращается за помощью, работают точечно, как в случае Расима Бакирова. Участник СВО вернулся домой летом с контузией и, как следствие, проблемами с передвижением. Выйти из дома самостоятельно он не может. Только с кем-то. Его мать обратилась за помощью две недели назад. «Правая сторона не работает у сына. Если даже он захочет на улицу выйти, чтобы определенно на левую сторону...» «Как вот без этой штуки он выходил? Только с кем-то в сопровождении мог?» «Конечно. Вот в больницу ездили, и вдруг приезжал, через голову его руку брал, и спускались они». Всего на эти цели правительство Югры выделило город около 12 миллионов рублей. «Эта программа находится под контролем Департамента имущественно-земельных отношений. Можно обратиться к ним. Даже могу сказать телефон. 52-81-15, 52-81-14. И межведомственная комиссия эти заявления рассматривает и принимает решение. Или обустраивает общедомое имущество, или же инвалиду предлагает переехать в другое комфортное жилье». За этот год в городе обустроили пандусами и подъемными площадками шесть подъездов. Еще пять будут завершены до конца года. Кроме того, в работе у строителей 41 адрес, где смонтируют доступные крылечки в следующем году. Ольга Придох, Алексей Шахмаев, телеканал «Югра», Сургут. Боролись за звание лучших в спортзале и на симуляторах в Сургутском районе. Состоялась киберолимпиада. В этом году смешанная по фиджитал и киберспорту. На состязание приехали участники Сургута, Сургутского района, Ханты-Мансийской и Тюмени. Всего больше 300 человек. Этот спортивный проект стал одним из победителей окружного конкурса инициативного бюджетирования. Любителям компьютерных игр пришлось не только сидеть за монитором, но и играть в реальный баскетбол, футбол, лазертаг и танцевать. Все это часть заданий. Отмечу, что в Сургутском районе уделяют большое внимание развитию киберспорта. В Барсово активно занимаются воспитанники в киберарене. А всего в поселениях работает 7 секций по фиджитал-спорту. Планируется открыть еще 3. Мы очень гордимся каждым спортсменам. Мы гордимся тем, что Сургутский район действительно создает инновационное направление в развитии спорта. Киберспорт и группы первые тренировочные, и технологии в тренировочный процесс, именно цифровые технологии, мы внедрили первыми. Даже Министерство спорта только спустя год образовало Департамент цифрового развития спорта. Мы были первыми и в России. В Югре направлено суд уголовное дело в отношении организованной преступной группы. 8 злоумышленников нанесли ущерб одному из нефтегазодобывающих предприятий. Как сообщает полиция Югры, обвиняемые в период с февраля по апрель 2022 года похитили химикаты нитрат кальция. В общей сложности они вывезли 215 тонн. Преступники действовали как настоящие конспираторы. После выезда грузовика со складов хранения злоумышленники извлекли из салона контролер системы GLONASS GPS и помещали его в личный легковой автомобиль. Далее следовали на нем до места назначения, тем самым имитируя движение грузовика. А чтобы скрыть кражу, преступники увеличивали экономию нитрата кальция. Они уменьшили его расход при приготовлении технологических жидкостей для работы со скважинами. Всего преступная группа совершила 9 фактов хищения реагента. Общая сумма ущерба составила почти 5,5 миллионов рублей. Полицейским удалось найти 105 тонн похищенных химикатов. Их вернули владельцу. Обвинительное заключение в отношении семи членов ОПГ утверждено, сообщает окружная прокуратура. Дело рассмотрит суд. В отношении еще одного фигуранта расследование завершается. И это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами на телеканале Югра.